Здравствуйте, уважаемые ученики девятых классов! Продолжаем изучение истории России, Российской империи, вторая половина девятнадцатого столетия, тема «Наука и образование». Начнем с науки, с точных и естественных наук. Российские ученые второй половины девятнадцатого столетия внесли колоссальный вклад в развитие мировой науки. Выдающимся математиком того времени был Чебышев, один из создателей теории механизмов и машин. Софья Ковалевская стала первой в мире женщиной, профессором математики. Она преподавала в Старльгольмском университете, это Швеция. Ее заслуги были признаны во всем мире, ну и, соответственно, в Российской империи. В 1889 году Софья Ковалевская избирается членом-корреспондентом Академии наук Российской империи, то есть членом-корреспондентом Императорской Академии наук. Выдающиеся открытия сделаны химиком, ну многими химиками, ну прежде всего учеником Зинина Бутлеровым. В 1861 году он сформулировал основные принципы теории химического строения органических соединений и создал, он создает первую в России химическую научную школу. В конце 70-х годов 19-го столетия Дмитрием Менделеевым, Дмитрием Ивановичем Менделеевым, был открыт фундаментальный закон природы, периодический закон, устанавливающий связь между свойствами химических элементов и их атомными массами. Существует миф, что периодический закон пришел к нему во сне. Это более чем миф, конечно, байка, если сказать по-бытовому просто. Свой след в истории науки оставили и русские физики. Так, Сталетов в 1888 году и последующие годы, в 89-90 годах, провел цикл работ по изучению внешнего фотоэффекта и создал первый в мире фотоэлемент, преобразователь солнечного света в электрическую энергию. В дальнейшем это будут солнечные батареи, солнечные различные приспособления для получения электрической энергии. В 1899 году Лебедев экспериментальным путем доказал существование давления света на твердые тела, а позже он доказал и такое же на газы. Лебедев был создателем первой в России научно-физической школы. Десятки его учеников стали впоследствии выдающимися учеными-физиками. Основой научной физиологии в начале 60-х годов 19-го столетия заложил следующий выдающийся русский ученый, гениальный русский ученый. Это Сеченов. Сеченов. Он утверждал, что в основе высшей нервной деятельности находятся химические процессы, а вот уже Тимирязев сыграл решающую роль в доказательстве, что фотосинтез – это процесс протекающих в растениях под воздействием солнечного света, что играет важную роль в поглощении растениями углекислого газа и в синтезе органических веществ. Боткин выявил и описал симптомы одной из самых опасных болезней человека – гепатита А, названной его фамилией, то есть названной болезнью Боткина. Илья Мечников исследовал в начале 80-х годов 19-го столетия явление фагоцитоза – процесса, при котором клетки захватывают и переваривают твердые частицы, и установил, что данный процесс или данное явление фагоцитоза играет важную роль в защитной функции организма. За свои выдающиеся открытия Мечников был удостоен в 1908 году Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Основоположником отечественного почковедения был Докучаев, автор фундаментального исследования «Русский чернозем». Работа вышла в 1983 году из печати. Одним из величайших физиологов данного времени и последующего, начало 20-го столетия явился Павлов. Выдающимися изобретателями были также русские электротехники. В 1873 году Ладыгин в Петербурге продемонстрировал действие первой в мире электрической лампы накалывания. Вскоре она уже использовалась для освещения помещений и улиц Санкт-Петербурга. Яблочко в 1876 году создал свой вариант электрической лампы. В основе ее действия лежал эффект вольтовой дуги. Ему удалось наладить производство своих ламп во Франции. До начала 80-х годов 19-го столетия, пока не появилась лампа Эдисона, свеча Яблочкова была самой продаваемой в мире. Любопытно также сказать, что всему мирную известность русским ученым, на примере Ивана Павлова, принесли работы Павлова в области физиологии и пищеварения. Исследователи предшествующей эпохи потратили много усилий, стараясь разгадать секреты функционирования пищеварительного тракта. Но успехи их были просто минимальными, сказать так, что были достаточно скромными. Основными инструментами исследования Павлова стал тончайший виртуозный эксперимент. Так, например, для детального изучения работы желудочных желез Павлова разработал впервые, провел операцию образования так называемого маленького желудка. Суть ее заключалась в том, что из части желудка собаки выкраивался небольшой изолированный мешочек. Пища в него попасть не могла, и маленький желудок мог служить зеркалом всех химических процессов, происходящих в большом желудке. В 1904 году за свои заслуги Павлов также получает Нобелевскую премию. При тече авиации в мире считается Можайский, попытавшийся в 1882 и последующие годы поднять в воздух самолет своей конструкции, оснащенной паровым двигателем. Одним из основоположников радио является Попов. На заседании Российского физико-химического общества 25 апреля 1895 года он продемонстрировал действие прибора для беспроводной связи. А 7 мая в нашей стране отмечается как день радио, то есть вот этот факт этого заседания. 25 апреля, это 7 мая, по новому стилю. Радиотелеграфами Попова означались корабли Российского военно-морского флота. Присоединение к России и Средней Азии способствовало расширению исследования этого региона. Экспедиция 1856-58 годов русского географического общества во главе с Семеновым открыла миру одну из высочайших горных систем Центральной Азии – Тяньшань. Награду за свой научный подвиг Семенов получил почетную приставку к фамилии Тяньшанский. То есть Семенов Тяньшанский. Он был также основателем Российской государственной статистической службы и организатором первой всеобщей переписи населения Российской империи в 1897 году. Еще дальше исследование к Центральной Азии продвинулся Пржевальский. Исследуя Тибет, Монголию, Западную Китай, он открыл много неизвестных ранее горных хребтов, рек, озер и впервые описал неизвестные парводы животных – тибетский булный медведь, дикий верблюд, лошадь Пржевальского. Одним из первых ученых, доказавших единство происходения человеческих рас, был выдающийся антрополог и этнограф Миклуха Маклай. Также необходимо сказать и о развитии общественных и гуманитарных наук. Итак, общественные и гуманитарные науки. Первым российским ученым-социологом, получившим международное признание, стал Ковалевский. Он доказывал, что любые социальные и политические институты являются результатом длительного эволюционного развития. Для России середины XIX века характерно усиление интереса к истории. В 1866 году было создано императорское русское историческое общество. Появились разнообразные исторические журналы. «Русская старина», «Русский архив» и другие. В 1883 году по инициативе императора Александра III в Москве открывается исторический музей. Чуть ранее, в 1851 году, вышел первый том из последующих 29 томов «Истории России из древнейших времен», редактор и составитель Сергей Михайлович Соловьев, отец Владимира Соловьева, выдающегося философа. В своей истории он стремился к объективности в оценке исторических деятелей, событий, уделяя большое внимание не только истории государства, но и истории общества, ее различных сфер. Огромную роль популяризации истории России сыграл Костомаров, который прославился своей русской историей в жизнеописаниях главнейших ее деятелей, за что был прозван российским плутархом. Выдающимся культурологом был Данилевский, автор фундаментального труда «Россия и Европа», который был издан в 1871 году, в котором он впервые сформулировал концепцию культурно-исторических типов, стал таким образом родноначальником теории мировых цивилизаций. Видным богословом и историком церкви был митрополит московский и коломенский Макарий Булгаков, написавший двенадцатитомную историю русской церкви, которая выходила отдельными томами с 1857 по 1883 годы. Она охватывает период от первых проповедников до раскола. Во второй половине 19 века в России появилась самобытная философия. Одним из ее основоположников был Федоров, родоначальник русского космизма. В основе его учения лежало представление о человека как о едином целом во Вселенной, едином целом даже со Вселенной, который живет и действует, исходя из общих космических законов. Идеями Федорова интересовались Достоевский, Толстой, Маяковский, Циолковский и многие другие мыслители. Другим выдающимся философом был Владимир Сергеевич Соловьев, сын историка Соловьева и ректора Московского университета и историка, автора многотонной истории России. В своих трудах Соловьев разрабатывал учения о богочеловечестве, постепенном соединении в процессе исторического развития божественного и человеческого начала. А теперь поговорим о развитии образования во второй половине девятнадцатого столетия, то есть высшего и среднего образования. К началу шестидесятых годов девятнадцатого столетия в России действовало семь университетов. Московский, Петербургский, Киевский, Казанский, Харковский, Дербцкий, Гельсинфорсе. А к началу двадцатого столетия появилось еще три. Одесский, Варшавский и Томский. Создавались новые высшие технические учебные заведения. В Москве была открыта Петровская, Земледельческая и Лесная Академия, а также Высшее Императорское и Техническое Училище. Сейчас это училище имени Баумана. А в Петербурге открылся электротехнический институт. Реформировалась система среднего образования. В 1864 году, согласно новому уставу гимназии и прогимназий, гимназии разделились на два типа. Классические и реальные. Классические гимназии давали широкое гуманитарное образование. А в реальных основной упор делался на математику, физику и другие естественные науки. А также новые языки. Немецкий и французский. Четырехклассные прогимназии, соответствующие младшим классам гимназии, учреждались в тех городах, где гимназии еще не было. В 1871 году по новому уставу реальные гимназии переименовались в реальные училища. Их выпускники могли поступать только в высшие технические учебные заведения. Было положено начало системе высшего и среднего женского образования. В 1862 году открылись женские гимназии. По всей стране стали организовывать высшие женские курсы. Особую известность из-за качества образования получили Бестужевские курсы, созданные в 1887 году по инициативе известного российского историка Бестужева Рюмина. Здесь преподавали также ученые, такие как Бутлеров, Сеченов, Менделеев. Курсы оставались единственным высшим женским учебным заведением до 1897 года, когда в Петербурге был открыт Женский Медицинский Институт. Много уделялось внимания также развитию начального образования. На кчалу 60-х годов 19-го столетия число грамотных людей все же оставалось незначительным. 5, максимум 6 процентов населения. Но потребность в развитии промышленности, в развитии транспорта, связи и торговли, а также местного самоуправления требовали более резкого, более мощного увеличения уровня грамотности населения. В 1864 году с целью утвердить в народе религиозные и нравственные понятия и распространять первоначальные полезные знания было принято и опубликовано положение о начальных народных училищах. В нем говорилось, что в училище могут приниматься дети всех сословий без различия вероисповедания. Программа обучения была традиционна. Закон Божий, чтение книг гражданской церковной печати. И надо сказать, что письмо и первые четыре действия арифметики и церковное пение особо уделялось, конечно, также самому письму, то есть научению учеников писать. Срок обучения в начальных училищах составлял от двух до четырех лет, в зависимости от программы. Мальчики и девочки обучались вместе. С 1880-х годов по инициативе Победоносцева стала расширяться сеть церковно-приходских школ, положение которых было изнано в 1884 году. Их количество за четверть века выросло в десять раз. В 1905 году церковно-приходских школ было почти 43 тысячи, а в 1881 году таковых было всего около четырех с половиной тысяч, если точнее, четыре тысячи четыреста четыре школы. Количество учеников за эти же годы увеличилось в двадцать раз. Церковно-приходские школы внесли значительный вклад в преодоление неграмотности. Увеличилось также количество городских школ. Во многих городах действовали воскресные школы для взрослых, содержавшиеся за счет просветителей-энтузиастов. По данным всеобщей переписи населения 1897 года, уровень грамотности среди взрослых поднялся почти до 20%, то есть составлял в целом 18%. Много уделялось также профессиональному образованию, внимание. К концу 19-го столетия насчитывалось несколько сотен средних и низших промышленных, художественно-промышленных, транспортных, сельскохозяйственных учебных заведений, находившихся различных министерств и ведомств, а также частных лиц и общественных организаций. С 1872 года создаются трехгодичные учительские институты и учительские семинарии. Многие из них учреждались и содержались земствами. В России появляются выдающие ученые-педагоги, среди которых особо выделялся Ушинский. Его учебные книги, особенно «Родное слово», книга «Родное слово», являлись самыми распространенными учебниками для начальных школ. В 1880-е годы появились коммерческие училища для подготовки специалистов в сфере предпринимательской деятельности. Они содержались органами городского самоуправления, а также купеческими обществами. Известность получила созданное в 1880 году в Петербурге Петровское коммерческое училище. Много развития получила книга и издания в Российской империи этого периода. Крупнейшим издателем книг для народа был Сытин. В его типографии печатались разнообразные научно-популярные и художественные книги, сочинения крупных русских писателей, детские книги. Еще одним крупным издателем и распространителем доступной литературы был Суворин. В 1876 году он приобрел в собственность газету «Новое время», которая вскоре становится самым влиятельным печатным органом в России. Для издания газеты Суворин основал свою типографию, где помимо «Нового времени» издавались дешевые книги для народа. В 1878 году он основал большой книжный магазин в Петербурге и сеть магазинов провинции. В 1890 и до 1907 года в России появилось издание, ставшее лучшей российской энциклопедией. Энциклопедический словарь Брагауза и Эфрона в 82 томах. К работе над этим словарем издателям удалось привлечь цвет русской интеллигенции. Авторами статей и редакторами статей здесь были и Владимир Соловьев, и Дмитрий Медведев, и Бестужев Рюмин, и Кони, и Павлов Сильванский, и Сеченов, и Шахматов, и многие-многие-многие другие ученые, писатели и научные деятели. Спасибо за внимание. Следующее занятие, то есть 20-й видеоурок, будет посвящен теме литература и искусства второй половины 19-го столетия. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова